Своим позитивным настроением улучшили погоду, несмотря на то, что был с утра дождик, потом выжил солнышко и все просто замечательно. Я искренне от комитета по делам национальности Государственной Думы поздравляю всех нас с этим праздником, хотя погода не очень такая, но мы в душе всех тепло, спасибо организаторам. Я в восторге, я первый раз приехала, мне очень нравится. Наши не очень хорошие жизни в данный момент, у меня такие праздники очень нравятся. Ежегодно Союз Армян России проводит праздник Абрикос при поддержке правительства Москвы, Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Министерства культуры и Федерального агентства по делам национальностей. На официальном открытии праздника было зачитано приветствие мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина. Символами московского праздника Абрикос является гостеприимство, дружба и единство народов, которые являются хранителями своей истории, неповторимого национального колорита и национально-культурных традиций. Убежден, что многонациональный праздник Абрикос порадует вас своими яркими красками, подарит прекрасное настроение и поможет обрести новых друзей. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Ура! 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 На праздники гостей радовали яркие национальные платья танцовщиц, мягкие звуки этнических музыкальных инструментов, театральные постановки. Все это в духе армянского гостеприимства. Как подчеркнул посол Армении в России Вардан Таганян, праздник Абрикос является ярким признаком армянского характера. Интегрированные в российскую действительность армяне не забывают свои национальные традиции и щедро делятся ими со всеми. В честь и хвала организаторам этого мероприятия, Союзу Армян России и лично Ара Аршавичу Абрамяну, четвертый год подряд вы дарите москвичам такой красивый и интересный праздник. Очень надеюсь, что Ара Аршавич продолжит эту хорошую инициативу, продолжит в Москве, не только в Москве, но и в других городах России, потому что я считаю, что вот все эти четыре года этого праздника показали, насколько важную и красивую идею вы осуществляете. Спасибо вам. Ара Абрамян, под идейным вдохновением и руководством которого четыре года подряд проводится праздник Абрикос, смотрит на будущее праздника еще шире. Он предполагает, что идея, несущая только позитив, может обрести гораздо больший размах. Это будет всероссийский праздник, я уверен. Будет всероссийский этот праздник. А мы будем просить потом нашим диаспорам, армянам, чтобы они делали так же, как все российские праздники, все американские, все французские. Мы можем это делать. Это хороший праздник, это праздник междунациональный, это в любом государстве хорошо провести. В этот день были задействованы несколько сотен артистов, представляющих не только армянскую культуру, но и весь колорит народов, населяющих Россию. Несмотря на то, что внимание зрителей было приковано к сцене, главным героем праздника все же оставались сочные ароматные абрикосы сорта «Шалах», доставленные прямиком из Еревана. Для меня это вкусный фрукт. Армянский праздник. Армянская душа. Сладость Армении, вкус ее вод, сладкое солнце. Депутат Госдумы Российской Федерации Константин Затулин, который также любит армянские абрикосы, хорошо знаком с разнообразными вкусными плодами армянского солнца. Он вовсе предложил не зацикливаться на абрикосах, расширив границы и символы праздника. Я думаю, что нельзя останавливаться союзу России. Надо переходить уже от дня абрикоса к месячнику Кизила, к декаде Тута, Персика и других замечательных фруктов, которые мы знаем славится солнечная Армения. Продолжение следует...